дорогие друзья приветствую вас на канале одесской кухни большой привет из одессы мамы приготовим сегодня вкуснейшее творческое оригинальное блюдо моей самой активной подписчицы ольги овсянникова динхаева из георгиевска ставорпольского края блюдо сегодняшнего дня кабачковые блинчики с большим секретом конечно же в один большой секрет вошло очень много маленьких секретов которые мы обсудим позже и впервые приготовить и блинчики вот ольги есть такое качество она придумывает такие рецепты которые запоминаются во всех отношениях и влюбляешься в них с первого кулинарного взгляда из первых кулинарного вкус и дорогие мои чтобы у нас кабачковые блинчики получились большим секретом и получились даже лучше чем в оригинале повышаем себе настроение первым одесским анекдотом тетя соня отдайте пожалуйста ножницы на полчаса семочка а вашу своих нет то есть только мама не разрешает ими резать проволоку с чего начнем а начнем с одного из главных секретов я же обещал чтобы блинчики секретом да вот один из таких секретов является помидор берем помидор такой грамм на 200 крупный заливаем его кипятком будем сейчас бланшировать делом крестообразный андрей что потом легче было снимать кожицу накрываем тарелкой бланшируем его ровно пять минут после чего воду сливаем очищаем томат от кожи несъедобной части нарезаем кубиками 3 на 4 миллиметра зеленый кабачок зеленый молодой кабачок как много в этом звуке а убираем несъедобную часть натираем его на среднюю терку все 400 грамм вот что больше всего люблю молодом кабачки зелеными то что не нужно снимать наружную кожицу и убирать семена молодой на теории никаких проблем не имеешь даем минут пять настояться и продолжаем дальше в отношении жидкости если будете сливать жидкость тогда будет тесто слишком густое я жидкость сливать не буду натираем на мелкую терку один крупный зубчик чеснока сейчас будем заботиться об ароматной части теперь что касается ароматной части вы знаете в чем еще заключается секрет секрет этих блинчиков я добавляю что немножко фенхеля буквально две щепотки это рост и ник укропа такой освежающий освежающий мятный аромат никому не помешает особенно этим блинчиком буквально две щепотки измельчаем порошок какой же аромат сладковатый приятный запах сразу с удовольствием всыпаем добавляем две щепотки орегано или по-нашему душицы летние осенние приятная пряность больше не нужно потому что будут прививать другие ароматы и три щепотки базилика сухого на немножко между собой все перемешали немножко дальше две щепотки сахара для формирования правильного вкуса сладким он конечно не будет но на контрасте вкус приятнейший вкус будет гарантирован и добавляем одну чайную ложку соли все это вилочкой перемешали следующая на очередь зелень в чем заключается секрет зелени я взял сегодня сочетание зелени петрушки и сельдерей но уже очень хорошо они сочетаются зелень шинкуем мелко должно получиться около трех столовых ложек с горкой мелко нашинкованной зелени кто не любит сельдерей добавляйте любую другую зелень и эту красоту мало сперемешали следующая на очереди картошечка картошечка осталась с прошлого дня сваренная на мундиры ну собственно благодаря которой сегодня мы и готовим этот рецепт очень еще раз большая благодарность ольге за оригинаторство и творчество ну вот казалось бы да все ингредиенты обычные но вся соль кроется именно в смеси ингредиентов в их сочетании правильно закладки каких-то хитростей получается таким образом как правило новый кулинарный шедевр внутри картошки где-то около 200 грамм занимаемся теперь куриными яйцами берем два куриных яйца проверяем заодно на свежесть смешиваем желток с белком винчиком секунд 15-20 и выливаем в общую миску все вымешиваем вливаем три столовые ложки оливкового масла или три столовые ложки домашнего майонеза если есть майонез не было времени готовить поэтому я выбираю рафинированное оливковое масло пока у нас так раз это выстраивается занимаемся томатом про него наверно все уже забыли на он же никуда не делся этот красный красавец только и ждал своей очереди своего звездного выхода а кабачковые блинчики дожарятся с большим-большим секретом слушаем еще один одесский анекдот представим себе скандал в одесской семье мама мама не злите меня я от вас сейчас таки выкинусь в окно айфима то при себе сколько хочешь только шапку не забудь на день друзья а вы знаете кто пишет рецепты канал одесской кухни до серго оказывается еще это умеет делать ну иногда правда роняет карандаш но в целом справляется и справляется неплохо было бы воля серго то все бы рецепты канал одесской кухни состояли бы из мясной каши из сырого мяса из куриных яиц немножко кукурузы он любитель вареной кукурузы немножко оливок и знаете что последнее время серго полюбил вы не поверите запеченный болгарский перец он за ним аж трусится еще больше чем за мясо серго болгарский перец это же новая-то как новая валерьянка такая а ох ты наш необычный кт ну что что томата я в личке еще ни разу не добавлял перемешиваем все вместе с помидорчиками о посмотрите как такая зелено-красная прямо на контрасте играем россии а это красиво и так последнее что осталось сделать добавить 6 столовых ложек пшеничной муки высшего сорта мы их просеиваем здесь где-то сто сто десять грамм насыщаем воздухом убираем от слившийся комочков и не спеша ловкими нежными движениями формируем такое жидковатое тесто она тоже будет более густым чем на ладе замешиваем буквально несколько минут затем по всем правилам любое тесто которое мы готовим жидкое густое на вареники есть общее правило дать возможность тесту выставить для того чтобы муке дать время полностью пропитаться жидкостью еще ничего не жарили уже выглядит просто красиво накрываем крышкой и даем тесто выставиться ровно полчаса с пол оборота заводим комфорку прогреваем сковороду вливаем 3 столовые ложки рафинированного подсолнечного масла прокаляем 45 минут на большом огне чтобы масло хорошо прокалилась масло прогрелось делаем средний огонь вот наше будущее оладушки наши будущие блинчики кстати учитывая что тесто густое это блюдо можно готовить и виде оладушек и виде блинов просто поможешься нужно будет паломника и исхитрится все это перевернуть когда приготовится одна сторона для меня честно говоря проще заниматься оладушками делаем средний огонь дальше будем жарить все исключительно на среднем огне по несколько минут с каждой стороны я взял тарелку широком которым будем выкладывать выселиваю салфетками чтобы от каждого блинчика забрать лишний жир а зачем он нам нужен правильно переворачиваем наши оладушки вверх дном обжарим с двух сторон до характерно золотистой корочки в каждой семье есть свой уровень золотистости здесь рекомендовать ничего не буду для кого-то это слегка желтая для кого-то это светло-коричнево а кому-то подавая хорошо коричневого обжарку ничего все блинчики жарятся но сзади столько много голодный глаз которые хотят и все ответы поэтому я решил досрочно снять финал но смотрите так блинчик выглядит со всех сторон я пожарю минимально где-то по на среднем огне по три минуты примерно три с половиной вот так блинчик выглядит внутри боже как это вкусно как же здорово помидорка со своей кислинка сочетается здесь никогда помидоры прежде блины не добавлял но но того стоит друзья она того стоит дорогие мои когда вы отведаете этим с большим секретом кабачковые блинчики обязательно поделитесь со всеми знакомыми родными и родственниками сделайте репост на самый кулинарный простор интернета пишите вкусные комментарии ставьте лайки нажимаем на колокольчик чтобы оригинальные рецепты всегда к вам приходили в первую очередь подписывайтесь на канал одесской кухни берегите себя и свою семью приятного аппетита пока